Девушки отдыхают Человека сравнить с компьютером Ну, в каком-то смысле, конечно, можно В компьютер поступает информация И в наш мозг поступают Это звуки, зрительные образы и так далее Мозг, как и компьютер, обрабатывает ее И выдает наружу результат Мы тоже можем что-то услышать, подумать и сказать в ответ А теперь вопрос на засыпку Что будет, если мы перестанем снабжать компьютер информацией? Ничего Он тоже перестанет выдавать какой-то результат А если перестать снабжать информацией Человеческий мозг То что случится? Чтобы ответить на этот вопрос В середине прошлого века была придумана Эта конструкция Камера сенсорной депривации Камеры сенсорной депривации Они во всем мире, в общем-то, похожи Это пластиковая капсула И внутри, сейчас покажу Концентрированный соляной раствор Как раз такой, чтобы удерживать тело человека на поверхности Человек находится в камере в полной темноте То есть ничего не видит Тишине То есть ничего не слышит И что очень важно Плавает в воде Причем она одной температуры с телом То есть человек ничего не чувствует Значит, практически никакой информации В наш головной компьютер Извне не поступает И что же тогда происходит? Человек в такой камере Засыпает? Теряет сознание? Впадает в тревожное состояние? Не выдерживает и пяти минут? Мозг, оставшийся с ней не самим собой В первое время начинает Как-то заполнять эту пустоту В большинстве случаев Он может начать играть какая-то музыка Или какие-то мысли начнут просто Мельтешит человек Начнешь о чем-то думать усиленно Вспоминать какие-то свои проблемы Дальнейшее развитие приводит к тому Что, мол, все-таки успокаивается И наступает этот момент тишины Где-то в середине сеанса Эффект практически полного отключения От внешнего мира Я проверю на себе Вообще в камере сенсорной депривации Нужно находиться полностью обнаженным Но съемки есть съемки Так что будет вот такой вот Компромиссный вариант Ну и все, я погружаюсь Поскольку внутри кромешная темнота Вы сможете следить за мной При помощи камер ночного видения А с помощью микрофона Вы сможете слышать мои комментарии Музыка в начале сеанса Помогает адаптироваться К непривычным ощущениям Музыка постепенно затихает Я оказываюсь в полной тишине Конечно, очень необычное ощущение В первую очередь от воды Она действительно одной температуры С моим телом И очень соленая То есть я лежу на самой ее поверхности Но при этом не чувствую Что погружен в жидкость Скорее это можно сравнить Ну не знаю Будто бы я оказался В состоянии невесомости Тишина, конечно, не совсем полная Когда я шевелю рукой или ногой То слышу журчание воды Но если совсем не двигаться То и звуков никаких не будет Такое впечатление Что меня закручивает легкий водоворот Еще я как будто слышу Удары собственного сердца Хотя стоит заговорить И ощущения эти пропадают Как мне объяснили позже Водоворот – реакция вестибулярного аппарата Он как бы слегка паникует А стук собственного сердца Многие действительно слышат Только это пульсация крови В расположенных близко к ушам артериях Вообще в камере не испытываешь Никаких неприятных ощущений Мозг работает очень хорошо Сонливости никакой Сеанс в капсуле длится один час Но будь моя воля Я бы запросто провел бы там И все полтора Настолько отдохнувшим И успокоенным Я покинул ее Расскажи, Антон, какие были ощущения в теле И какие ощущения изменения произошли в сознании Галлюцинации слуховых я не испытывал То есть это вот только лишь такое-такое Тотальное-тотальное отключение И вот необычное ощущение в этой жидкости Ну, дрейфовал там Да, было ощущение, что я постоянно куда-то сдвигаюсь И даже, в общем, после этого возникало Ощущение удивления Что где же та стенка О которую я никак не ударюсь Еще было любопытно То, что я так вот не смог, что ли, Абстрагироваться от времени Внутренний будильник у меня работал И где-то на 50-55 минуте Мне показалось, что вот музыка сейчас должна соиграть И она заиграла И еще любопытный факт Камера депривации избавляет от боязни замкнутого пространства И это удивительно Ведь, казалось бы, должно быть наоборот В тесной и темной капсуле Вообще камера, она создает такое эмбриональное пространство Очень родное и близкое человеку Она ощущает себя дома как в утробе матери Это способствует преодолению кустов-хобби Кстати, по слухам, у сильных мира сего Такие сеансы в камерах сенсорной депривации В большом почете Как способ снять стресс И привести в порядок мысли Могу лишь от себя сказать, что Да, это действительно работает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok